Этот запах хочется обнимать. И опять же, тропики. Конечно же, его носить вообще не стоит. Сладкий, фруктовый, такой... Бух! Классный! Всем привет! Меня зовут Ольга Грасс. И сегодня я хочу снова поговорить о коллекции компании Монталь. Ароматов очень много. Разобраться с ними, с вот таким боеприпасом практически невозможно. Сегодня я хочу снова вернуться к этой теме. Подсказать вам еще 7 чудесных ароматов, которые достойны нашего внимания. Давайте попробуем с этим разобраться. Поехали! Кто пропустил до и, ну, как бы, особо не следил за данной информацией, у компании Монталь очень-очень большое количество парфюмов. Объемы разные, от соток, как я и уже показывала, вот такого формата. Есть 50 мл объемы такого момента. И есть объемы 20 мл. Как и речь шла до, объемы 20 мл, конечно же, очень выгодные в цене. И можно купить потрясающий аромат, роскошный, шлейфовый, очень стойкий, с таким дорогим купажным звучанием, за минимальную сумму. Так что Монталь, часть 2. Сегодня я хочу показать вам 7 ароматов, которые, безусловно, достойны нашего внимания. Разобраться с ними хочется в первую очередь, задумываясь о Монтале. Первым в сегодняшнем списке хочется показать Ут Пашмина. Аромат относительно новый. Что хочется сказать о нем, я его очень рекомендую. Сейчас ему время. И звучание у него какое. Аромат достаточно густой, терпкий, очень привлекательный. И будет привлекать внимание безусловное. Следом хочется перейти к аромату, который называется «Арабиенс», «Сказка Востока», который обладает таким цветочно-восточным шлейфом, с такими восточными пряными нотами. И почему я показываю сейчас его в этой подборке? Потому что ему сейчас очень прям время. И сейчас в мороз раскрытие его будет невероятным. А это к нему тянет. Его хочется слышать, его хочется ощущать. И так пахнут, ну, так пахнут Эмираты. Так пахнет Восток. И зимой, когда мороз, опять же повторюсь, хочется тепла. И вот это тепло Востока, оно передает в мороз. Это замечательная компоновка. Я ее однозначно сегодня тоже презентую, рекомендую. Если вы еще не пробовали данный аромат, однозначно его попробуйте. Что хочется сказать дальше? Дальше хочу показать аромат фрукта Кипра. Аромат очень популярный у женщин. И несмотря на то, что сейчас холодная достаточно погода, аромат фруктовый, его носить замечательно именно в холодное время года, потому что летом, когда жарко, его слишком много. А зимой, когда это прогревается морозом, это получается такой, это такой шипровый парфюм с нотками тропических фруктов. И причем парфюм играет, то он сладкий, фруктовый, то он зеленый, тропический становится. И вот этот вот микс его, это тропики, это очень вкусно, и это очень комплементарно. И как бы не было абсурдно, но ему на самом деле сейчас время и зимой, это невероятно, вы комплиментов соберете с ним миллион. Конечно же, я его рекомендую женщинам, потому что по большей степени он подойдет женщинам. И, конечно же, хочется отдать его им, потому что мужчинам, наверное, не нужно. Это слишком сладко и как-то вкусно. Пусть женщины пахнут так. В следующем хочу презентовать вам парфюм, показать его и рассказать немного о нем. Называется он Сандал Вуд. Вот так вот он выглядит. Вот этот малыш, крепыш, который соберет массу комплиментов. Сандал Вуд – это кто без ума от сандала и почули. Аромат, вот в отличие от фруктов Кипра, наоборот, хочу отдать исключительно мужчинам, потому что шлейф от него стильный, свежий. И такой он достаточно, ну, больше мужской, чем женский, но комплиментарный, окутывающий. И для тех мужчин, которые на стиле, которые на драйве, которые не рубашечники, костюмщики, а которые больше такого образа, джинсы, какие-то такие, ну, более повседневные вещи, запахнутым чудесно. Конечно, и для рубашек сгодится, если кто пользуется и носит его на рубашке. Сейчас скажут, что и моя рубашка пахнет им чудесно. Да, согласна, и рубашка будет пахнуть им чудесно, но дороговизну рубашке он не даст. А вот дороговизну стилю такому более молодежному, дерзкому, вот он даст и задаст такой драйв. Ну, хороший аромат. Я его, безусловно, рекомендую мужчинам. Это сандал, почули, можжевельник, и такой шлейф, который свежий, чистый, и при этом чудесно. Это будет свежий такой добротный образ создаст. Это хороший аромат, и я его тоже хочу сегодня показать. Следом перейдем к парфюму, который называется «Фруктовое дерево». Вот так он выглядит. И что с ним? А с ним такая ситуация, что летом, конечно же, его носить вообще не стоит. Как только наступает холода, это такой цитрусово-древесно-фруктовый парфюм, который сначала такой мощный старт древесины, а затем много-много сверху фруктов, килограммы каких-то тропических фруктов. И вот этот микс, баланс на морозе, ну, блин, классно звучит. Звучит стильно, звучит уместно, по крайней мере. И хочется его дышать, чувствовать. И вообще среди всего мандалий этот аромат называют афродизиаком. Ну, не знаем, конечно же, насколько там он афродизиак. Афродизиак для каждого свой, то я его убеждаюсь, и вот от года все сильнее и сильнее. Но этот аромат, безусловно, достоин. Среди огромной коллекции, созданной Бермонталем, конечно же, хочется выделить его, это безусловно. Афродизиак, да. Сладкий, фруктовый, такой, бух, классный. Пробуйте, однозначно, по крайней мере, за тест нужно сделать непременно. Теперь мы плавненько переходим к аромату, который называется тропический вуд. Вот. И опять же тропики. И опять же уд. Почему снова хочется посоветовать именно его? Ну, потому что на холодную погоду это самый выигрышный момент. Это самый притягательный, вкусный такой вот микс, который хочется. Его хочется чувствовать, он поднимает настроение. Вот эту морозную, холодную погоду, в такую сырую, и которая нас, как правило, заставляет депрессовать. Этот аромат дает глоток какого-то тепла, свежего воздуха, объятий. И когда вы весь промерзли, и когда вы там, то есть, ехали, смотрели из окна или на такую сырую промозлую такую погоду, и здесь бах, такой фруктово-цитрусово-тропический коктейль, который заряжает вам настроение. Он однозначно для холодной погоды летом, летом этого настроения и так предостаточно. А зимой оно просто, ну, необходимо. Вот этот парню мне очень советую, потому что вот этот тропический фруктовый микс, он, ну, будет... Манга владеет, это точно. Вы будете нравиться, и будете в первую очередь нравиться самому себе, что, ах, как немаловажно. Последним в сегодняшней подборке и завершающим нашу сегодняшнюю коллекцию ароматом будет аромат Манго-Манго. Аромат достаточно старый, достаточно ему лет уже, наверное, примерно там семь. Но, но, как был легендарным, как был лидером продаж, как был среди женщин в основном очень любим и востребован, так он ему остаётся. Здесь что с ним происходит? Запах тёплый, игривый, запах такой... Так пахнут тропики. Запах переспелого манго. Запах, который вас согревает, опять же. Почему я снова хочу его показать сейчас и посоветовать его на зиму, на более сырую, холодную погоду? Потому что он будет вас греть. Этот запах, который по большей степени выбирают женщины, повторюсь снова. И слышу я его, как правило, на женщины. Но он чудесный. Он чудесный, он такой тёплый, обаятельный. И его вот хочется обнимать. Этот запах его хочется обнимать. Посоветовать. И, конечно же, я его хочу посоветовать. Показать и подсказать, что... Обратите на него внимание сейчас. Он, по крайней мере, даст вам настроение в такие вот абсолютно тяжёлые времена для всего мира, которые сейчас происходят. Это тепло, это такое объятие, это такое тёплое внутреннее состояние. Такой фруктовый микс, который я очень-очень советую. И сколько бы не было ароматов, создаваемых постоянно этим домом, опять же повторюсь, это очень большой ассортимент, есть индивидуальности. Вот это, это не индивидуальности. И манго-манго, это одна из их самая сильная индивидуальность. Ну, в общем, как-то так. Сегодня произошло знакомство ещё с семьёй вот такими чудесными красавчиками. Но, чтобы не обижать всех остальных, знакомиться будем периодически и с ними. Потому что достойных очень много, и в одну передачу, конечно же, это унестить невозможно. На сегодня это всё. С вами была Ольга Грасс. До новых встреч! Субтитры подогнали Симон.